Добрый день, я Сергей Горбатенко и в эфире «Неделя Донбасса». Смотрите сегодня в выпуске. Ситуация на контрольных пунктах въезда-выезда. Чиновники обещают улучшения, но очереди остаются. Появятся ли вооруженные полицейские ОБСЕ на Донбассе? Я хочу, чтобы там была Украина, и никакой ОБСЕ, и никакая Россия, и никакие оккупанты, и никакие террористы. Жизнь на границе с ДНР. Под отстрелами в ожидании смерти. Хоть бы завтра еще отстрелить меня или убить. Между Горловкой и Бахмутом открыли пропускной пункт. Сам КПВВ обновили, но проблемы остались старые. Между Горловкой и Бахмутом открылся обновленный пропускной пункт. Чиновники обещают, условия пересечения серой зоны улучшатся. Но в первый же день работы люди стояли в очередях по 6 часов. КПВВ Зайцево – это рубеж с неподконтрольной украинским властям Горловкой. Именно здесь пограничники проверяют документы и личные вещи. Зайцево – это один из четырех работающих пунктов пропуска в Донецкой области. Мы разраховываем пропускную здательность. На сегодняшний день будет складаться близко 7-8 тысяч осип и до 2 тысяч транспортных осипов. Но на практике все не так гладко. В первый день работы обновленного пункта люди были вынуждены идти пешком более километра до нулевого блокпоста. Мало кто сдерживал эмоции. Никто не сказал, потому что сегодня бардак, первый день. Там с 6 утра до 12 стояли, как правильно нам сказали. А что мы для вас, быдлы, можем сделать? Чтобы пересечь серую зону, жители Донецкой и Луганской областей вынуждены выстаивать в длинных очередях по многу часов. О чем думают люди перед встречей с пограничниками, узнавали мои коллеги на КПВВ «Майорск». КПВВ «Майорск» А теперь здесь они будут смотреть ваши сумки? Да, мы там стояли как скоты. На ДНР-овском? Да. Да, на Украинском. На Украинском, а не ДНР-овском. А на ДНР-овском быстро пройдет? Быстро. А сколько заняло там? Не знаю. И полчаса где-то было. А здесь вот на Украинском это постоянно так или только сюда? Постоянно. Постоянно. Я езжу каждый месяц. Сирийская река. А с чем это связано? Они нас держат в стране, много проверяют паспорта, очень медленно. Колбика продают? Да, все продают. А пенсии там как-то выплачивают вам? В Украине не выплачивают. Не, 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 в горло. Местные, местные. Дают, да, дают. Помощь платят? Конечно. А на Украине не платят. А на Украине не платят. А как же делать для того, чтобы умереть? То есть все, что есть, это пенсия, с помощью, с чего они даркают? А Украина что? Украинская это ничего. Отрезала. Так они же говорят, надо приехать зарегистрироваться. Чтобы зарегистрироваться нужно на этажи. А что они обыскивают? Что они ищут у вас в сумках? Что они хотят найти там? Я назад уехала с похорон и везла старые вещи. Вы вернули всю сумку. И что там у вас было? Что они нашли там? Старые насильные вещи. Там продукты есть, выплаты есть. Все так же хорошо по старому. И никто не завидует. Вот продукты типа вот не вкусные. Теперь какие-то там молочка. Вы ищите антагонизм. Я вам говорю, вы не в том духе по вкусу. Здесь антагонизма вам никто не скажет. Не, мне не надо, мне нужна правда. Мне правда нужна. Нам антагонизм не нужен. Вы можете узнать правду. А от вас? А откуда ж еще от вас? А кто он такой сказал? Значит, я все. Он такой не очень хороший. Что по доктору. Вот хочу ж понять, так или не так. Моя не знаю. Смотри, когда нет. Это по телевидению. Вообще глуха, меньше греха. Полицейская миссия ОБСЕ на Донбассе стала одним из главных результатов переговоров глав Франции, Германии, Украины и России в Берлине. Когда же вооруженные европейцы появятся на Донбассе? В этом разбирались мои коллеги. В Киеве приступили к разработке дорожной карты по урегулированию ситуации на Донбассе. Франция, Германия, Россия и Украина до конца 2016 года подпишут комплекс мер, которые по задумке нормандской четверки приведут к миру в конфликтном регионе. Здесь будет и вооруженная полицейская миссия ОБСЕ, и закон о выборах и особом статусе Донбасса, и амнистия для сепаратистов. О договор о способности заявил и президент Петр Порошенко, но с оговорками. Главным результатом встречи в Берлине стали договоренности о полицейской миссии ОБСЕ. Мы готовы расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода и в пунктах хранения тяжелой техники. Мы сейчас сделаем пробу для того, чтобы запровадить озброенную полицейскую миссию ОБСЕ, яка будет обеспечивать безопасность как во время процесса, так и на перехватные периоды. Когда будет уже существовать закон о выборе и процесс местных выборов будут готовить, тогда можно будет говорить и про озброенную миссию ОБСЕ. В самой организации ДНР прогнозируют провокации в отношении ОБСЕ. Александр Захарченко заранее в этом обвинил вооруженные силы Украины. А его соратник Денис Пушилин заявил следующее. Это позиция республик. Это мнение наших граждан, которое выразилось о многотысячных митингах, которые выступили против вооруженной миссии на территории как одной, так и другой республики. Представители незаконных организаций в ЛНР еще более агрессивно отнеслись к идее ввода полицейской миссии ОБСЕ. Те, кто даже работает сегодня в МГБ, те, кто работает на сегодняшний день в МВД, те, кто служит сегодня в Луганской милиции, я имею в виду подразделения войсковых, они не допустят этого. Никто не допустит, чтобы зашли на эту территорию войска ОБСЕ. Официальная власть Донецкой области поддерживает ввод полицейской миссии. Если полицейская миссия будет, то, безумовно, в принципе, это будет крок вперед. На мой взгляд, полицейская миссия ОБСЕ, первое такое задание, это все-таки стать на линии размежевания, чтобы не бабахали, так как бабахали от каждого дня. Это первое задание. Потом, безумовно, забезпечение громадского порядка и контроль за кордоном, российско-украинским кордоном. Руководитель украинской стороны совместного центра контроля и координации считает, что вооружение сотрудников ОБСЕ – вопрос чисто политический. Что касается вооруженной миссии, я бы отдал это на откуда политикам решать, целесообразно или нецелесообразно. Уже спустя несколько дней пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин дал лишь потенциальное согласие. Конкретного разговора о вооружении ОБСЕ не велось. Сомнения высказывает и глава миссии ОБСЕ Александр Хуг. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ является неозброенной цивильной мониторинговой миссией. Если необходимо внести любые изменения в мандаты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, это должно быть восхвалено однозначно 57-ми государственными участниками ОБСЕ в Витере. Украина призывала разместить миротворство на Донбассе еще в 2014 году. Несмотря на громкие заявления, вопрос до сих пор не решен. Нет единого мнения и у жителей Донецкой области. Сегодня нет. В данный момент, я так считаю, что сейчас нет. Когда все успокоится, когда народ успокоится. Отойдут, по крайней мере. Чтобы им было хотя бы где ходить в полицейской миссии. А так все, они сейчас ездят. Будут диверсии всякие, всевозможные. Скорее всего, со стороны Украины будут их уничтожать, подставлять наших ДНРовцев. Если будет привокация против полицейских ОБСЕ, то все регионы по выставкам против нас. Ну такой, какой, и пистолеты или что? Да, да. Ну если есть диверсанты с той стороны, то может они должны же как-то защищаться. Не для наших умов. Нам лишь бы не было войны, перестали бы вот тут стрелять. И чтобы люди жили спокойно, никуда бы не бегали, не прятались. Я хочу, чтобы там была Украина, и никакой ОБСЕ, и никакая Россия, и никакие оккупанты, и никакие террористы. Спасибо. А как вы считаете, это эффективно будет, если им все-таки выдадут там пистолеты какие-то? Я думаю, что мало эффективно. Без воды, тепла и под постоянными обстрелами. Такова жизнь людей в серой зоне. О судьбе жительницы прифронтового Майорска в нашем сюжете. Хоть бы завтра, хотя стрелить меня или убить. Людмила Владимировна живет на границе с так называемой Донецкой Народной Республикой. Вся ее жизнь теперь в этой двухэтажке в Майорске. Вот, 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 нарядами, вот побитое, все. И тут вот, смотрите, вот, как начну чуть-чуть. Я тогда ухожу в бомбоубежище, в ванную, там у меня доска. И там сижу, и сейчас обогреваю, это, печка электрическая. И вот так, греюся там. В доме нет воды и отопления уже два года, а на улице постоянная стрельба. Соседи уехали, не каждый сможет жить в таких условиях. А Людмиле Владимировне ехать некуда. А куда уехать? Я тут родилась и умру. У меня муж тут, мать, два брата похоронены. Восьмидесятилетняя женщина живет здесь одна. Ее сын остался в Горловке, которая не контролируется Украиной. А как ему? Ему уже трудовой печать дженеровская. В Майорске так живет не только Людмила Владимировна. На соседней улице квартира Марины Алексеевны. Этой ночью она выжила чудом. Пуля пролетела прямо над кроватью. Видите, вот. Все разбито. Балкон. Балкон могу открыть. Все там разбито. Жизнь под ежедневными обстрелами больше напоминает выживание. Каждый день молю Бога, чтобы убили и сразу. Больше ничего. Какая надежда на лучшее у нас. Пожаловаться местным жителям некуда. В Майорске от украинской администрации осталось только разбитое здание. Не с той стороны, не с этой. А чем вообще там занимаются они? Не знаю. Он несколько дней принимал, но я не ходил. Не зря эту территорию называют серой зоной. Вокруг мины и постоянные звуки от перестрелок. Те из местных, кто мог, уехали. Но почти половина из тысячи жителей Майорска остаются в своих домах в полной неопределенности. Надежда на нормальную жизнь тает на глазах. Все равно умирать. Я уже говорю, хоть бы убила насмерть только, чтобы не лежать, никому не надоедать. А убила, да и все, уже 80 лет, слава Богу, прожила. Алексей Мацука, Дмитрий Журавлев из Майорска для общественного телевидения Донбасса. Проблемы социального обеспечения и пенсионных выплат переселенцам обсудили в Киеве. Как повлияют на ситуацию последней резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы? Об этом в нашем сюжете. Украине дешевле платить штрафы за нарушение прав человека, чем выплачивать пенсии переселенцам. К такому итогу пришли эксперты, обсуждая новые резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Представители общественных организаций, парламента и нескольких министерств обсудили вопросы социального обеспечения и выплаты пенсий. Важность резолюции некоторые правозащитники оценивают с точки зрения международного права и того, что успешно защищать свои интересы украинцы могут в Европейском суде по правам человека. Поэтому нам, как юристам или как правозащитникам, крайне важно понимать, насколько эта резолюция ПАСЭ имеет обязывающую силу либо для Европейского суда по правам человека, либо даже для международного уголовного суда. А представители общественных организаций, которые работают с переселенцами, считают, что решение ПАСЭ об ответственности Украины за пенсионное обеспечение не влияет на деятельность Пенсионного фонда и профильных министерств Украины. Пенсионерка Лариса Заливна рассказала о маломобильных людях на оккупированных территориях, которые физически не могут перерегистрироваться для получения пенсии. Женка хвора и с сугубым хвором, она далеко в магазинчику выйти не может, она не может переткнуть кордон. Вот эти люди не отримуют пенсии. Сотрудники Пенсионного фонда и Министерства социального обеспечения объяснили проблему с выплатами, законодательными и организационными трудностями. Мы со всеми этими бедами людей сталкиваемся, звонки к нам поступают, мы это все прекрасно знаем, но не всегда все от нас зависит, те решения, которые все ждут. Добровольца АТО Александра Ружанского вызвали в суд. Напомним, он стал известен после обнародования фактов о дорогостоящей недвижимости прокурора сил АТО Константина Кулика. Подробности дела Ружанского далее. Александра Ружанского, бывшего сотрудника военной службы правопорядка, которого обвиняют в хулиганстве с применением травматического оружия, снова вызвали в суд. До весны текущего года Александр находился в следственном изоляторе, а в марте был выпущен под домашний арест. Теперь же обвинение потребовало вернуть Ружанского под стражу. Ему грозит 7 лет лишения свободы. Следующий демонстрирующий свою зухвалість систематично с відчуттям повної зневаги до суду та правоохоронних органів порушував наведені, покладені на нього обов'язки, як наслідок чинів дій, передбачені частиною першими, першими пунктами 1.3.5 статті 177 КПК Украины. Однако сам подозреваемый с ходатайством не согласен. У мене є справка, яку я надавав суду. Ось така справка, яку я надавав суду. Чому у вас її немає, я не знаю. Чому ви брешете, пан Заскавкин? В результаті суд не удовлетворив ходатайство воєнной прокуратуры. Александр Ружанский остається дома. Адвокат Анатолій Тарасенко заявив, що нові нападки на його подзащитного связаны з його деятельністю по освіщенню коррупційних дійствів в воєнной прокуратурі. Відбувається тиск на свідка по справі Кулика. Цей свідок є одним із головних в обвинуваченні військового прокурора сил АТО в незаконному збагаченні. Я не переконаний в тому, що в найближчий час його не постараються закрити по якомусь іншому провадженню. Ітоги переговора в нормандській четвірці – розведення сторони взаємодействия российських і українських воєнних в совместному центру по контролю і координації. Об этом журналисты ОТВД говорили з главою української сторони в совместному центру генерал-майором Борисом Кременецким. Солідар – маленький шахтерський поселок Донецької області. Днем на його вулицах безлюдно. Більшінство работает либо в шахтах, либо в соседнем Бахмуті. Здесь знаходиться штаб-квартира совместного центра контроля і координації, в якому українські і российські офіцери работають вместе. Встречаєте российських офіцерів, які тут работають? Ну, в общем-то, редко очень. Їх в основному ввозять под конвою, в столовую. Так по городу их практически не видно. Чем занимається центр і як українські офіцери работають совместно з российськими, рассказал генерал-майор Борис Кременецкий. Непосредственно в Солідарі знаходяться 23 российських офіцера во главі з генералом. 16 российських офіцеров знаходяться на наблюдательних постах з української сторони. І остальні порядка 40 знаходяться по ту сторону линии розграничення. У нас є чіткі процедури реагування на обстріл. Ми получаємо інформацію від наших наблюдателей. У нас вдоль линии розграничення 27 наблюдательних постів со сторони, які контролюються вооруженными силами України. І цю інформацію ми передаємо российській стороні. Дежурна сміна у нас 24 часа в сутки дежурить. Три українських і три российських офіцера, які в одній кімнаті находяться. Вони передають цю інформацію. Соответственно, российська сторона виходить на структуры, які знаходяться по ту сторону линии розграничення і требують, просять прекратити, соответственно, огонь. Російські офіцеры ходять в магазин с охраной, щоб избежати провокаций. Под охраной подразделение, которое обеспечивает їх захисту. Они ходять в своєй форме, по 2-3-5 чоловік. В столовую вони ходять все вместе. Наше подразделение їх охраняет. Поэтому, ну, были, могут быть определенные там моменты, но каких-то таких чрезвычайних ситуаций пока не случалось. Задача центра не только фиксировать обстрелы, но и пытаться путем переговоров прекратить бой. Но не всегда переговоры на этом уровне помогают остановить огонь. Если это не помогает, я выхожу на российского генерала, он, соответственно, выходит на более высоких там руководителей. И таким образом стараемся режим прекращения огня опять вести. Это была неделя Донбасса. Для вас работал Сергей Горбатенко. Следите за нашими еженедельными обновлениями и будьте в курсе событий на Донбассе. Сегодня Донбасс переживает не самые простые времена своей истории. Люди на оккупированных территориях практически полностью отрезаны от того потока информации, который идет из Украины. Общественное телевидение Донбасса. Это новый продукт, который мы с группой моих коллег, журналистов из Донбасса, из Луганской, Донецкой областей запустили. С одной единственной целью передавать вам все то, что происходит в действительности в нашем родном регионе. Донбасса верит, что то, что мы делаем, сможет как-то наладить, может быть, диалог между людьми. Есть что-то, чем мы можем помочь. Это способ достучаться до людей, до личности, до каждого из нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова